Добрая традиция и дань памяти павшим у мемориала ветеранам войны на улице Бегаш прошел торжественный митинг в честь Дня Победы. Бегашево было первой деревней, которая приняла нефтяников страны для того, чтобы добыть негде и страну поднять из руин. Приятно и трогательно до слез студенты политехнического техникума поздравили своих ветеранов. Вы меня растрогали с праздником. Мне особенно приятно смотреть на молодых людей. Спасибо вам. Время байкшеринга. Проект Гоубайк открывает второй сезон. В технопарке Кванториум прошла презентация. Исходя из того, что концентрация машин на дорогах увеличивается, данный проект велошеринга становится еще более актуальным. Альметьевцы вместе со всей страной отмечают сегодня День Победы. С раннего утра у монумента павшим было многолюдно. Жители города возлагали цветы и венки к вечному огню, отдавая дань памяти поколениям, на долю которых выпали тяготы Великой Отечественной войны. В 10 часов начался торжественный парад на площади Ленина. После прямого включения с Красной площади и речи президента Владимира Путина на центральной площади Альметьевска начался праздничный митинг. Жителей и гостей города поздравил глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайрулин. Праздничное приветствие от имени президента Татарстана Рустама Мениханова зачитал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте республики Тимур Нагуманов. Затем торжественным маршем по площади прошли колонны студентов, сотрудников силовых структур, юноармейцев, школьников, воинов, интернационалистов, пограничников, офицеров запаса. Как обычно, большой интерес горожан вызывала техника военных и послевоенных лет. Показательные выступления с оружием продемонстрировали юноши из роты почетного караула, студенты политехнического техникума. Завершился парад театрализованным представлением, в котором альметьевцы увидели все вехи Великой Отечественной. От начала войны до Дня Победы. После парада началась праздничная развлекательная программа. В 15 часов по улице Ленина прошествовала колонна Бессмертного полка. Подробнее о праздновании Дня Победы в Альметьевске расскажем в ближайшем выпуске новостей. Накануне празднования 73-й годовщины Победы на мемориальном комплексе по улице Бегаш прошел торжественный митинг. Почетными гостями мероприятия стали ветераны войны, труженики тыла, вдовы и пенсионеры, коренные жители деревни Бегаш, которая позже вошла в черту города, а также юноармейцы и воспитанники кадетских классов школы номер 18. Подробнее в материале Ангелины Хабибулиной. Ежегодно в преддверии Дня Победы у мемориального комплекса проходит торжественная встреча в память об участниках Великой Отечественной войны из деревни Бегашево. На фронт ушли 507 жителей деревни, 232 они вернулись с полей сражений. В их честь и в знак уважения к оставшимся в живых защитникам нашей Родины был открыт, а позже реконструирован этот мемориальный комплекс. Бегашево было первой деревней, которая приняла нефтяников страны для того, чтобы добыть нефть и страну поднять из руин. Из нашего района в годы войны на фронт ушло почти 19 тысяч призывников. Почти половина не вернулась с полей сражений. К сожалению, победа альмейтистам далась тоже огромной ценой. 8 509 наших альмейтистов не вернулись с полей сражений. Это те люди, которых мы вспоминаем каждый день. Нет ни одной альмейтистской семьи, в которой бы так или иначе кто-то не принимал участие в великих сражениях. Наши деды, отцы, прадеды, каждого из них мы помним. И фотографии у молодежи, которые держат они в руках, это каждый из тех людей, которые в сердцах, в душах, у нас всех здесь стоящих, мы помним и ценим. Каждый год списки фронтовиков пополняются. В результате поисковых работ на местах сражений и работе с архивами удается вернуть в строй несколько фамилий. Списки мы каждый год обновляем, потому что обращаются жители, архивные поднимают, люди поисковые отряды работают, поднимают до сих пор. Ну, говорят то, что у государства война не закончена, пока последний солдат не будет похоронен. На митинге прошло посвящение учеников начальных классов юноармейцы. Звучали песни победы, ученики кадетских классов читали стихи о войне. Ведь те, кого не стало за войну, кого сожгли, убили, растоптали, то смертью удал юности весну. Они за нас, за наши жизни пали. Возле мемориального комплекса жителям села Бегаш, павшим в годы Великой Отечественной войны, сегодня прошло торжественное возложение цветов. Память о тех, кто остался жив, и о тех, кого больше нет с нами. Сохранение в себе человека в столь нечеловеческих условиях – это и есть для нас показательный ориентир для преемственного будущего поколения, за что мы благодарны и просто обязаны проводить памятные торжества в честь памятных дат о героическом прошлом наших предков. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В Альметьевском районе продолжают чествовать ветеранов войны и тружеников тыла. В числе других поздравления принимал труженик тыла Нариман Асанов. В гостях у ветерана побывала и наша съемочная группа. Нариман Асанов родом из Мордовии. Когда началась война, ему было 12 лет. Отца почти сразу взяли на фронт, а семья осталась бедовать в тылу и ждать писем. Детям пришлось хлебнуть военного лиха наравне со взрослыми. Вспоминать не хочу уже. Все в шах были, голод был после войны, хуже. Хуже был. Баня нету, мужиков нету. Я говорю, у нас в улице 12 домов, ни один мужик не вернулся. Шестерные тёлки. Мама снимала, там вши на улице вешало мороз, чтобы за баню не было мыться. Не было. Ох, я вспоминаю. Папа хотел дом строить, а дом у нас как в куриных ножках. Так жили. У супруги Наримана Исмаиловича было такое же тяжёлое военное детство. Жили они в одной деревне. Санья Сулеймановна помнит всё так, словно это было вчера. Хотя в 1941 году она была совсем ребёнком. Они поженились уже после того, как Наримана служил во флоте, окончил партийную школу. Было это в 1960 году. Немножко помню, во флоте служил, на кораблях. Всё, ходил, в Англию ходили на кораблях. Пять лет. Ну, там, там молодые годы. И хорошо. Вот так вот и служба прошла пять лет. Ну, в колхозе работал, пахал. В 1961 году Нариман и Санья приехали в Альметьевск. Здесь он окончил нефтяной техникум, а потом работал слесарем в паровозном депо. С женой они воспитали двоих детей. Сегодня дети войны и труженики тыла принимают поздравления. К ним в гости пришли представители азербайджанской диаспоры. В этом году Нариман Исмаилович и Санья Сулеймановна вместе со всеми отметят уже 73-ю годовщину победы. Они её тоже приближали, как могли. Ангелина Хабибульна, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Это ещё не все новости. Смотрите во второй части нашей программы. Время байк-шеринга. Проект «Гоу-байк» открывает второй сезон. В технопарке «Кванториум» прошла презентация. Продолжаем тему победы. Студенты Альметьевского политехнического техникума подготовили праздничный концерт для своих ветеранов. Провели благотворительную акцию и вручили георгиевские ленточки всем, кто учится и работает в техникуме. Подробнее в материале Эдуарда Калинкина. В чужом краю пусть берегут любовь и вера. Песни, танцы, стихи – всё на одну тему. Тему Великой Победы. В актовом зале политехнического техникума те, кого мы сегодня называем «Дети войны». Они родились незадолго до начала страшных событий. И им, может быть, пришлось тяжелее всего. Многие потеряли дедов, отцов, братьев и лишились детства. Студенты подготовили для своих гостей праздничный концерт. Все они в разное время работали в этом учебном заведении. В числе приглашенных и Нина Петровна Закирова. Она много лет работала в техникуме и всегда была человеком-позитивом. Но сегодня, признается, растрогана до слез. Я всегда родилась веселая и по жизни, 77 лет, смеюсь. Но вы меня растрогали с праздником. Мне особенно приятно смотреть на молодых людей. Спасибо вам за память, за такой хороший концерт. Слезы появились на глазах у многих, когда Нина Петровна начала рассказывать про стражные дни войны. Про то, что пришлось пережить на тот момент совсем маленькой девочке. Мама осталась с двумя детьми. Пока в колхозе, на тракторе работала. Потом что-то, еще я была малая, сестра тоже. Все вы знаете, оборонные предприятия перевезли в Свердловск, на Урал, в Свердловск. И вот с малолетними детьми на товарном поезде, на товарном, где-то там цеплялись за что-то, перебрались на Урал. Но там таких семей, которые без отцов, как могли, выживали. Но не все смогли прийти на концерт. На следующий день активисты отправились по домам поздравлять ветеранов и вручать подарки. День Победы навеки вписан в историю нашей страны. Судьбу каждой семьи и каждого человека. Этот праздник – символ мира, надежды, веры в будущее, поколение победителей, гордость нашей страны. Каждому ветерану-студенты зачитывали праздничное поздравление и вручали подарки от президента республики Рустама Мениханова и от руководства политехнического техникума. Пообщались, пожелали крепкого здоровья и мирного неба над головой. Сегодня мы посетили пятерых ветеранов войны и детей войны, и также тружеников тыла. Нам, в принципе, очень все понравилось. Был очень близкий и домашний прием. Хорошо посидели, пообщались с ветеранами и детьми войны. Было все очень хорошо. Также в техникуме прошла акция «Георгиевская ленточка». На ходе каждому студенту вручали символ воинской доблести, который теперь стал и символом победы. А 9 мая более 500 студентов техникума примут участие в торжественном параде. Эдуард Калинкин, Альмитиск ТВ. На базе 77-й пожарно-спасательной части в селе Ямаши прошел первый этап республиканских соревнований среди звеньев службы газа и дымозащиты. Соревнования можно назвать юбилейными. Они проводятся уже в 40-й раз. Посвящены памяти пожарным погибшим при исполнении служебных обязанностей. В соревновании участвовали 13 подразделений 2-го отряда федеральной противопожарной службы из разных городов юго-востока Татарстана. Соревнования включали теоретическую и практическую части. В первые участникам нужно было ответить на вопросы об индивидуальной защите и руководящих документах. Практическая часть была разделена на 5 этапов. Проведение рабочей проверки, разведка теплодымокамеры, спасение пострадавшего, ликвидация условного пожара, отыскивание и вынос груза, ликвидация условного пожара на учебной башне и преодоление эстакады. По итогам соревнования третье место заняла 9-я пожарно-спасательная часть, на втором месте оказалась часть номер 15. Победителем стала пожарно-спасательная часть номер 77. Все они награждены дипломами. Вниманию водителей! 10 мая в 7 часов на 249-м километре автодороги Казань-Оренбург будет проводиться операция «Тоннель». Экипажи Дорожно-патрульной службы будут выявлять водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. В технопарке «Кванториум» состоялась презентация второго сезона проекта «Гоубайк». Сервис байкшеринга появился в нашем городе в прошлом году. В период с 25 сентября по 1 ноября в приложении было зарегистрировано 45 велосипедов, 1500 поездок и 300 парковок. А в планах на это лето увеличить количество железных коней до 200. Подробности в нашем сюжете. Новое слово «Байкшеринг» пополнило наш словарный запас еще в прошлом году. На первый взгляд все просто – делиться велосипедом. На деле же сложная работа нескольких систем и целой команды разработчиков. Скачивайте приложение «Гоубайк», «Бэплстор», «Гоублеймеркет», дальше регистрируйтесь, вносите депозит, пополняйте баланс, находите ближайший велосипед, сканируйте QR-код, велосипед разблокируется, и вы можете поступать к поездке. Как показали два прошлогодних месяца, проект пользуется большой популярностью у жителей города. Я считаю, что это очень уникальная программа, и она настолько перспективна, она настолько необходима, потому что в современном мире, где транспорт становится автомобилей все больше и больше, передвигаться на автомобиле становится очень временезатратно и финансово затратно. Больше всего вопросов у зрителей вызвала система депозита, но, как выяснилось, все проще, чем кажется. В прокате берем этот велосипед, мы же оставляем витомный документ, беспорядочную личность, либо деньги, как залог. Также на презентации разобрали устройство противовандальных велосипедов. Несъемные сиденья, литые диски, шины из цельного каучука. Нет цепи, вместо нее карданный вал. Единственное уязвимое место – подножка. Но и это не страшно, если каждый день проводится техобслуживание. Ежедневно ездить, да? Да. То есть не получится так, что через, как вы его выставили, через день мне придется сесть на какой-то грязный, сломанный велосипед? Нет, мы постоянно ездим, проверяем состояние. То есть даже... Каждый день? Да? Проект, благодаря которому все больше людей пересаживаются на велосипеды, поможет улучшить экологическую ситуацию в нашем городе и значительно разгрузить дороги. Исходя из того, что концентрация машин на дорогах увеличивается, данный проект велошеринга становится еще более актуальным, так как, используя велосипеды, естественным образом концентрация машин на дорогах уменьшается, что является положительной стороной в организации. В планах на будущее у создателей проекта льготные программы для студентов и программа доверия для постоянных клиентов. А теперь прогноз погоды. 10 мая в Нефтеграде ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью плюс 3, днем 8 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. На этом у нас все. Всего вам доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова